доброго времени суток уважаемые видео слушатели моего канала и буквально несколько дней назад вы прослушали и видели на моем канале замечательные выложены книги в аудио формате в частности теории основы патопсихологии сергея леонидовича рубинштейн и соответственно некую практику дела это патопсихология блюмы вольфовны заигарник в продолжении этих тем я хочу вам продолжить рассказывать о патопсихологии о ее состоянии на 22 год и перейти вот к этому документику этот документ был составлен мною таблица такая в общем то тут ничего нового наверняка для вас нет я просто пробегусь еще раз по практике дела соответственно сергей леонидович рубинштейн блюму вольфовны заигарник сформировали некий деятельностный поведенческий подход в отечественной психологии после войны то есть после 45 года активная деятельность их началась и они свою теорию подкрепили мощнейшей практикой в 50 60 70 годы двадцатого века были разработаны ряд большое достаточное количество конкретных методик различного рода направленных на оценку основного процесса психического вы помните что их всего пять ощущение восприятие внимание память мышление пять психических функций соответственно наиважнейшим для нас является функция мышления о чем говорил рубинштейн и заигарник здесь в табличной форме у нас лаборатории мною лично с помощью моих коллег сотрудников мы подготовили вот такую таблицу и твердо исследуем о том о чем говорил рубинштейн повторим самое главное основы основ конкретика можно так сказать мышление это всегда процесс мышление проявляет себя понятиях соответственно было выделено наукой патопсихологии было выделено пять уровней мышления и давайте я вам сейчас покажу первое самый низший уровень мышления это наглядно образные так здоровый человек мыслит во сне некими образами так мыслят больные лигофренией глубокой умственной отсталостью с тяжелой умственной отсталостью ну понятно да то есть по старинке это все дебильность и бицильности дети соответственно мышление происходит вообще как такового процесса не существует это некая некие отголоски мышления понятийного у людей субнормальных также такой тип мышления иногда встречается при обратите внимание на правую часть таблицу у различного рода органических больных больных сосудистыми заболеваниями головного мозга эпилепсии энцефалиты прогрессивные параличи и так далее такой уровень мышления может встречаться наглядно образный второй уровень мышления более распространен в процентном отношении это так называемое наглядно действенное мышление фактически это условная норма обратите внимание вот здесь вот черта прерывистая то есть речь идет о снижении уровня обобщения это также умственная отсталость степени элигофрении эпилепсии органические заболевания энцефалиты и так далее здесь представлено в таблице представлено процентное соотношение этих заболеваний при данном виде мыслительной деятельности наглядно действенном виде речь идет о снижении уровня обобщения пограничное состояние сниженная норма интеллекта как говорят психиатры сниженная норма обобщения речь идет о людей не очень далеких дворниках уборщиках спортсменах пожарных военнослужащих слесарях и так далее тех людей которые думают в кавычках говорят думают руками слесарь пришел для меня поменять смеситель большая проблема для него человека набившего себе руку и мыслящего на этом уровне мышления наглядно действенном это не составляет никакой проблемы следующий мышление надо сказать это всегда процесс это всегда волна то есть человек в той или иной ситуации может мыслить на разных уровнях наглядно образом наглядно действенном самым главным понятий нам нормальном уровне мышления может мыслить по-разному но все равно существует определенный доминирующий тип мышления вряд ли можно из работяги который там 20-30 лет проработал на станке сделать философа или заставить его размышлять на понятийном уровне соответственно перейдем к следующему нормальному о чем говорит рубинштейн рубин рубинштейн заигарник это основной вид мышления это норма это так называемое понятийное мышление человек на этом уровне мыслит понятиями это психическая норма это нормальные здоровые обычные люди тут приведен пример по методике пиктограммы по методике пиктограммы при наглядно образном мышлении человек не может выполнить задание его просишь нарисовать допустим понятие нас настойчивость он рисует что-то бесформенное или танк может нарисовать спрашиваешь у него почему танк потому что он у меня есть примерно также мыслят и люди с наглядно действенным мышлением конкретно ситуационным со сниженным уровнем общения нормой для нас с вами должно являться понятийное мышление корова и лошадь для человека со сниженным уровнем мышления это то на чем ездят или то что можно есть а для нас с вами людей нормальных с понятийным уровнем мышления корова и лошадь это животное видовой признак предметов или млекопитающие категориальный признак предметов соответственно следующий вид мышления четвертый это высокая норма абстрактно-метафорические мышление абстрактно-метафорическое мышление когда человек находится на низком конкретно ситуационном уровне мышление со снижением уровнем обобщения он понятие болезни рисует пиктограммах человека лежащего в постели наглядно образно до наглядно действенно человек с атрибутами он скажет нарисуют допустим лекарства таблетки пузырьки какие-то блистеры здесь будет едущая машина скорой помощи машина едет сниженный уровень обобщения здесь будут блистеры с таблетками пузырьки с абстрактно-метафорическим уровнем мышления человек нарисует пиктограммах красный крест красный крест отображающий понятие болезнь это высокий абстрактно-метафорический уровень мышления я надеюсь доступно и понятно объяснил здесь человек лежит в постели болеет объясняет больной здесь норма человек рисует пузырьки блистеры с таблетками как атрибут болезни а здесь при высокой абстрактно-метафорической форме мышления виде мышления надо говорить о видах мышления он нарисует красный красный крест как понятие болезни ну и соответственно существует пятый формальный бессодержательный уровень мышления об этом мышлении очень много говорит заигарник своей книге патопсихология это искажение процессов обобщения встречается он только и только при двух заболеваниях это при шизофрении не при маниакально-депрессивном психозе вот здесь в этой таблице я вам показал те уровни мыслительной деятельности процесса еще часто говорят вот это отголоски прошлого начала двадцатого века ассоциативной деятельности человека это не совсем точно да то есть говорить об ассоциациях у нас не ассоциативная психология у нас поведенческая психология но тем не менее в основу основ легли конечно работы авторов ученых начать конца девятнадцатого начала двадцатого века и отголоски это выражаются в ассоциациях это не совсем точно рубинштейн основ по основоположник патопсихологии отечественных заигарник блюма вольфовна говорят об уровнях или видах мышления наглядно образном наглядно действенном понятийном абстрактный метафорическом и формальным бессодержательным искажение процесса обобщения это шизофрения или мдп я еще неоднократно буду возвращаться к этой таблице своих и я вы можете ее свободно скачать на нашем сайте лпфо научно-прикладного центра окна в открытом доступе скачать ее себе и пользоваться и это практика патопсихологии вот маленькая незначительная часть этой науки на ваших экранах на этом все благодарю за вас за внимание и удачи вам